всем большой привет дорогие зрители и сегодня мы продолжаем разбирать с вами различные инструменты доп иллюстратор и так у меня есть концепция как видно музыка и у меня тут есть какие-то уже объекты которые я буду впоследствии использовать для какой-то более-менее общей композиции что я вам хотела показать сегодня я вам хотела показать инструмент распылитель или спрей когда-то я очень так знаете с опаской к нему относилась не знала что с ним делать вообще как им работать ну и так далее прям у меня была какая-то прям ступор и сейчас я хочу вам показать чтобы просто вы знали и возможно кому-то это будет полезно и так у меня есть какие-то символы и сейчас я хочу создать некий узор из этих символов зажимая shift я меняю размер а по большому счету мне надо просто создать такой вот но разброс да некий разброс зажимая alt можно копировать объекты вот а по большому счету ну это особо не имеет большого значения чтобы он был такой вот пушистенький что ли пушистенький допустим вот так вот все это я добавляю в группу то есть группировать и теперь мне нужны нужна панель символы да потому что смотрите мы нажимаем он нажимаем и тут написано сначала выберите символ в панели символы и вот этот свой паттерн так ну зажимая alt я всегда убираю в сторону предварительный вариант а это мы зажимаем символы и ставим сюда даем какое-нибудь название если хотите допустим музык музыка так динамичный символ включить направлением ничего не станем окей все нажимаем delete теперь заходим spray нажимая два раза и теперь мы можем выбрать там диаметр например мышка что-то глючит так интервальность плотность то есть настройки можно будет редактировать выбираем наш символ и теперь нам надо скажем так зажимаем spray и смотрите что получается моя музыка она вот размножается теперь давайте допустим зайдем на прозрачность допустим да и теперь нажимая они сначала мы его разбираем давайте разобрать окей и теперь допустим давайте еще вот так вот спрятать границы чтобы нам было виднее нажимаем прозрачность и видите какие-то части становятся прозрачные можно два раза нажать он станет более прозрачным то есть он скажем так раз это самое рассеивается да так вот немножечко так давайте вот так вот немножко издалека да давайте еще alt и shift зажмем ну как бы уменьшим его у меня конечно получилось наверно слишком та самая слишком чем ладно давайте теперь смещение что делать смещение выбираем наш паттерн и выбираем смещение и теперь ведем куда-нибудь в сторону то есть вот этим вот инструментом мы можем менять прямо такие местоположения можно вот так вот их просто перемешивать то есть если сохраняется какая-то знаете шахматная доска что ли да то есть слишком все повторяется можно вот так вот поменять местоположение будет получше далее что еще есть размер вот размер допустим мы мы хотим что-то увеличить то есть вот оно раздувает сжимаем раз она разбилась зажимаем раз она еще больше раздулась вот почему 10 раз вот такая вот история тоже иногда это бывает полезно дальше чем я еще пользуюсь но вращение не знаю иногда как бы может полезно но может ты как бы ну вот видите то есть она вращает то есть в моей данной композиции а может даже и красиво то есть видите она прям становится такой вот развернутая в разные стороны так что то есть как вариант да допустим взрыв чтобы сделать взрыв из нот но это уже исходя из как бы из концепции что мы там мы все будем рисовать но чуть-чуть совсем не буду повернула да она прям совсем стоит ровно это уже слишком в общем тоже но может скажем так как ускорить процесс работы да то есть такая вот некая получается автоматическая автоматичность так обесцветить прозрачность стиле получается мы просмотрели смещение а вот смотрите так мне тут код залез самый вредный что тут еще уплотнение давайте посмотрим уплотнение но у нас тут допустим и так плотно то есть как вариант ну честно говоря я не пользуюсь нико этим уплотнением я вот показала все чем я пользуюсь да то есть размер вращение прозрачность смещение и получается у нас такой вот паттерн потом его конечно же разобрать оформление давайте уже показать границы чтоб нам было видно с чем мы работаем разобрать вот и это у нас получается такой вот вот разберем в общем то готовый символ и она у нас тут тоже сгруппировано все по объектам и теперь можно руками скажем так ну доделать там где ну либо что-то не нравится либо что-то слишком плотно да например подвинуть что-нибудь вот но в любом случае этот плагин он действительно достаточно удобный и если приноровиться им пользоваться то можно достаточно быстро просто создавать вот такие вот всякие паттерны а и плюс к тому лично мне вот да легче что ли редактировать когда уже какая то вот такая вот история есть да то есть сейчас мне с ним работать проще да то есть я лучше вот его отредактирую чем все 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 исключительно создавать руками вот такая вот история надеюсь видео было вам полезным и интересным всем спасибо за внимание и все